Мы были уверены, что драгоценные камни люди в кризис совсем перестанут покупать, вообще как в принципе, да, но мы ошиблись. Немножко произошла другая ситуация, люди стали покупать другие камни, да. Очень многие, видимо, стали читать справочники, заниматься изучением вопроса поглубже, да, и пришли к выводу, что есть камни, с помощью которых можно сохранить деньги. Вот как бы, наверное, сейчас больше таких камней покупают. Верон, можешь немножко чуть подробнее рассказать? Я думаю, что камни, вот как ты сказал, другие покупать камни, здесь момент еще такой, наверное, психологический. Очень часто кризис или какие-то нестандартные жизненные ситуации дают людям повод задуматься. Задуматься вообще о том, как они живут, на что они тратят деньги, на что они копят деньги. И действительно, это уже давно доказано, что во время кризиса очень многие люди понимают, что для них действительно ценно. И стараются как-то какие-то мечты свои там осуществить, желания и так далее. Что касается конкретно камней, сейчас поступает очень много вопросов о том, в какие камни лучше инвестировать. Тема вообще инвестиций в драгоценные камни, она сейчас очень популярна, и не все ее правильно понимают. Большинство людей, которые задают нам эти вопросы, они хотят просто выгодно купить камни. Они хотят сохранить деньги в первую очередь. И, возможно, эти камни как-то поскорее выгодно продать с какой-то большой прибылью. Так вот, нужно прежде всего для себя определиться с бюджетом. Бюджетом не конкретно на драгоценные камни, а с бюджетом, который вы хотите или готовы куда-то вложить, инвестировать, будь то долгосрочная или краткосрочная перспектива. Какие именно камни выбирать? Я думаю, что лучше всего подскажет Костя. Выбирать нужно те камни, которые можно сейчас выгодно купить. И, конечно, ситуация в мире сейчас складывается таким образом, что у очень многих людей оказываются камни, которые нужно срочно продать. У нас такие камни появляются регулярно. Все верно. То есть смотрите, какой момент. Мне прямо вот в день до 20 запросов приходят про инвестиции, как сохранить деньги, а то они у меня совсем сгорят, исчезнут. И при этом человек пишет, привет, я хотел бы вложить деньги, чтобы они пропали в синие сэфиры. Тут ситуация какая? Нужно вкладывать не в то, что тебе нравится, а в то, что срочно человеку нужно продать. То есть владельцы добыч на 90% это простые люди, очень часто деревенские, на которых свалились вдруг деньги в виде... Ну вот они копали, копали на огороде картоху, я уже рассказывал. А тут вдруг раз и начали там вместо картошки выкапывать доллары. И они набрали очень много кредитов. Они купили дорогие автомобили. Например, на Шиванке можно увидеть спортивные автомобили. Там скорость движения по пробкам в среднем 30 км в час. Непонятно, зачем они покупают. Они отдали детей в дорогие школы, в университеты. Купили в кредит себе землю, дома и все-все остальное. А сейчас платить нечем, потому что все рынки закрыты. И торговцы на Шиванку не едут вообще. Их там просто нету, да? Самолеты не летают. И вот они срочно сбывают какие-то камни. Поэтому, если вы решили инвестировать или хотя бы просто сохранить, да, без заработка какого-то в 2-3 раза с огромной прибылью, то вам нужно ориентироваться не на свой вкус, а на то, что сейчас, в данный момент, люди хотят быстро продать. Вот такой момент. Я могу добавить здесь один важный нюанс. Я думаю, что все-таки нужно учитывать и свои вкусы, и пожелания тоже, потому что красивый, любимый камешек в колечке, в своем колечке или в колечке супруги, например, тоже может служить долгосрочной какой-то инвестицией, да, не краткосрочной. То есть это не купил, продал, там подороже, очень быстро. И в то же время этот камешек может радовать глаз. И вообще тема инвестиций и вложений в драгоценные камни, она очень обширная, как и вообще тема инвестиций в принципе. И мы готовим сейчас материалы для того, чтобы чуть глубже в это погрузиться, рассказать об этом вам. И уберечь вас, возможно, от каких-то ошибок, потому что сейчас очень много предложений об инвестиционных камнях, о каких-то выгодах и так далее. Можно легко ошибиться. Да, сейчас ситуация какая. Все, у кого какие-то камни поставались, да, где-то там залежались, они пишут инвестиционный, и вы легко покупаете. Поэтому нужно, конечно же, изучать вопрос. Изучать нужно довольно глубоко. Мы именно сейчас этим занимаемся. То есть, по большей части, Верона, да, она готовит очень много материала именно по инвестициям. Как узнавать про цены, как их сравнивать, где брать материал, где он достоверный, где он недостоверный и так далее, и тому подобное. И мы все это вам в каком-то виде будем выдавать. Материала очень много. То есть, видосики по 15 минут нам для этого неудобны. В какой форме это будет, мы подумаем. А самая интересная для меня тема, это как оценивать камни, на которые нет цены. Как оценивать камни, на которых нет динамики цен, на которые цены есть, но они настолько разные, что их совершенно никак нельзя свести к чему-то одному. И это вообще отдельная, очень интересная тема, которую, в принципе, можно обозначить как альтернативные для каких-то инвестиций. Вот. И, ну, очень скоро, я надеюсь, я обо всем этом расскажу.